Ребята, всем привет! Сегодня попробую совершенствовать свои навыки в нарезании резьбы на токарном станке. Попробую новый способ. Надеюсь резьба будет получаться более качественная. Напомню, я не профессионал, мне еще учиться и учиться. Вот и сегодня попробую получить новый навык и поделюсь с вами всем происходящим. Раньше при нарезании резьбы я пользовался классическим способом. То есть осуществлял подачу резца при заглублении только поперечной подачей. И что происходило? Пластина при заглублении резала сразу двумя гранями. Правой и левой соответственно. Сейчас я вам это продемонстрирую. Вот сейчас должно быть видно отчетливо. И чтобы снизить нагрузку с резца существует другой способ. Ребята, подача заглубления осуществляется с помощью поперечной подачи и одновременно с помощью малой продольной. Но наполовину величины, на которую мы заглубились поперечной подачей. При этом пластина будет постоянно смещаться и резать только одной левой гранью. Тем самым снизится очень сильно нагрузка с режущей части, уменьшится вибрация и качество резьбы будет гораздо лучше. Но это еще не все. Также приобрел более качественные, более дорогие резьбовые пластины. Сейчас вблизи покажу, чем они отличаются. Различия не только в покрытии, но я думаю вам отчетливо видно, что на режущей кромке присутствует дополнительно острый угол, который должен облегчать резание. Так видно еще лучше. Видите, на желтой пластинке нет дополнительных углов на режущей части. А здесь присутствует острый угол. Вот он. На этой и на этой кромке. На этой пластинке тоже есть углы. Насколько я вижу, кромка острее и качественнее на вот этих пластинках фирмы Mitsubishi, нежели на вот этих сине-фиолетовых. Фирма мне неизвестна. Вот упаковка фирмы Mitsubishi. А вот другая фирма. Не знаю даже как читается. Я установил на мой взгляд более качественные режущие пластины. И теперь давайте я вам подробно покажу, как нарезать резьбу с помощью малой продольной. Плюс протестируем пластины, но не на дюралюминии, потому что я думаю справятся любые пластинки на нем. А попробуем на Титане. Что-то посерьезнее. Выставил лимб поперечной подачи на 0. Теперь настраиваю станок на шаг 2 миллиметра. Устанавливаю рычаг в положение нарезания резьбы. Лимб малой продольной также устанавливаю на 0. Поставлю 80 оборотов в минуту. Первый проход подачу осуществляю только поперечной подачей. Подаю поперечную подачу на 0.5 миллиметра. Малую продольную пока вообще не трогаю. Все настройки сделаны. Можно нарезать резьбу. Второй проход. И заглубляюсь еще на три десятки. Было 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. И вот теперь малую продольную нужно сместить на половину величины, на которую мы заглубились. Мы заглубились на три десятки. То есть малую продольную смещаем на полторы десятки. Раз, два, три. Третий проход было 0.8. Добавляю еще две десятки. Всего уже на один миллиметр. И малую продольную смещаю на половину. То есть две десятки половина на одну десятку. Было очень хорошо видно, что режет только одна левая кромка. Продолжаем. Миллиметр. Еще две десятки. И аналогичная процедура. На две десятки мы заглубились. Здесь на половину. На десятку. Остальные проходы делаем по той же схеме. Только есть один нюанс. Когда уже остается заглубиться на две десятки, чтобы профиль резьбы был идеальный с двух сторон, последние два прохода делаем только поперечной подачей. Я вблизи покажу. Резец опять начнет резать сразу с двух сторон. Сразу двумя кромками. Осталось два финишных прохода. Использую только поперечную подачу. Заглубляюсь на 1,36 миллиметра. И будет еще один проход 1,4 миллиметра. Все. Резьба будет готова. Великолепный способ. Сейчас достану и покажу вблизи какая резьба получается. Пластинки просто огонь. Прекрасно режут. Раньше у меня такая качественная резьба не получалась. Вот смотрите какая красота получается. Еще нужно учесть, что это титан. У меня на сегодня все. Ссылки на пластины в описании под видео. И хорошей вам резьбы.